Ежедневно на ютубе появляются сотни тысяч каналов, которые ведут трешовые ютуберы по вилдкрафту. И именно поэтому мы ценим лишь когда теряем. Что же я сейчас мерозил? Я не знаю. Здравствуйте, дамы и господа, с вами Саша Трактор. И сегодня мы узнаем, какие каналы по вилдкрафту стоит смотреть. Но перед началом реклама нашего телеграм-канала. Наш телеграм самый лучший, подписывайся. Что ж, первая на очереди у нас такая ютуберша, как Мрако, или же Мракоград. Мне уже удобнее использовать сокращенный вариант названия ее канала, так как кем же она является? Ютуберша, которая снимает вилдкрафт на протяжении 9 месяцев. Доказательством тому служит ее первый ролик. Ролик не буду пересказывать, так как вы сами можете перейти на него и посмотреть. По сути своего существования она очень много переобувается. Сначала она хотела быть с нами и просилась в телеграм. А нам, да-да-да-нет, удалила коммент. И я думаю, Мрако, ты знаешь, что я имею в виду. Подтверждала, что нам любишься, нужно разоблачение. Общалась с нами в обсуждении. Не кажется ли тебе странным, что это слишком много переобуваний? Я еще не говорю о том, когда ты написала пост, где передавала привет. Склин не могу так же предоставить, так как она удалила из сообщества. Но я думаю, кто-либо видел это. Потом она побежала к Поли Берри подсосываться. Перейдем дальше к обзору ее постов. Короче, я пьяная за свои действия не отвечаю. Зачем об этом писать и пропагандировать алкоголь среди несовершеннолетних? И еще и писать о том, что ты сейчас употребляешь. Нельзя было обойтись без этого. Ты на свою аудиторию выставляешь, что у тебя есть вредные привычки. Ты считаешь, что это нормально? Еще хочу затронуть повтор на тему про переобувание. Сейчас мрако, обращаюсь именно к тебе. Ты знаешь, что я сейчас скажу? И как ты это преподнесешь своей аудитории? Это твое дело. Начать хочу всю ситуацию. Повестовать буду далеко. Поста 13 октября. Ознакомьтесь. Как мы видим из данного поста, что много вещей произошло. Но меня интересует, где написана строчка. Я согласен с лесарями на 50-50. Она пишет, что согласны. Это почти прямое соглашение с нашим контентом. Что это ты скажешь? Потом проходит некоторое время, и мы не хотим внезапно общаться с лесарями. Все подробности вы увидите в отдельном ролике про нее. Так что переходите в наш телеграм-канал. А также следите за роликом, в котором мы распишем весь тайм-лист. Для завершения первой части ролика давайте еще ее пообразим. Я даже уже не говорю о том, как ты после того, как с нами сотрудничала, нас предала. А это доказывает мой прошлый ролик. Где не тупой, тот поймет. После этой ситуации призвала нам стать клоунов. Девочка, которая была за нас, стала после общения с Поли против нас. Как же иронично. Сначала общалась с нами. А по контенту я ничего не могу сказать. Перейдем к следующему ютуберу на обзор. Начнем наш обзор с того, что у нее есть кринжевые ролики. Но возьму один из них, так называемого видеоконтента. Никогда не вызывай Гену Барбоскина. Никогда не вызывай Гену Барбоскина. Вы просто посмотрите с момента, в котором мы ржали. Что это за гениальность, если говорить кратко? Она тупо картинку на животного налепила. Блин, блинский, капец, капецкий. Все видео состоит, как она туда-сюда бежала и за ней картинка бежала. Это может я что-то не понимаю, но блин. Ладно, вот наша пародия. Никогда не вызывай Оксану Адольфовну. Все, привет, ребят, и сегодня... Ау! Оксана Адольфовна! Бежим! Ну блин. Реально, наша команда именно видит данный видеоконтент. А также у неё есть много роликов, которые наша команда могла бы все пообозревать. Но бюст ролик тогда затянется примерно на 2 часа. А мы переходим к следующему трешету дуру. Вы наверняка знаете такого индивидуума под названием Anubis Game. Я думаю, только непросвещенный не знает об этом. А также у нас много роликов выходило о нём. А также у этого индивидуума дохера роликов на одну и ту же тему. Он вообще может о чем-то другом снимать, кроме страшилок, высосанных из пальца. Давайте возьмём любой ролик для примера... Ну, к примеру, никогда не вызывай Икс Хаппи... Чё это за пиздец? Блин, всё видео состоит, призывают, прячутся в логове, и потом открытая концовка. Всё, больше ничего нету! Сюда подходит прекрасный коммент нашего подписчика, где он всё прекрасно расписал. Можете почитать, подставить на паузу. Саша Трактор, то есть я, является человеком, который занимает важную роль в команде Лесери. Саша Трактор относительно недавно начал заниматься деятельностью против Anubis. Но если вы от канала, Витя Майнкрафт и Лакая, то наверняка видели ролики с участием Саши Трактора, то есть меня, до священной войны против Anubis. Также он наблюдал за всем конфликтом и активно поддерживает Лесери, а также он новый ролик по приказу Лесери озвучивает. А также есть Лесер и Монтажер по имени Окно Разбил, а Лесер пишет сценарий, если говорить кратко. А в общем, их пять человек, кто пятый, гудайте сами. А мы переходим к тупым комментаторам. То, что ты показал, полный фейл. И смайл у Анубы особый. И если хочешь сделать за настоящим фейком Анубиса, тебе придется за смайлы 200 рублей. И Анубиса не просто значок и имя и значок, а смайл, имя смайл. И смайл за 200 рублей. Во-первых, в последнем видео ничего не было про переписку. Что ты несешь? Вообще. Настолько не стараются то, что придымают какой-то бред из головы. Ну, что за бред? Ну, что за бред? Я не понимаю этого. Во-вторых, если ты имеешь в виду, где в первом видео, то это видео было сделано до того, как Анубису подарили. На Елене искать пост, где Анубису дарили телеграмм к премиуму. Но сама можешь найти. А всем остальным нам ленин образрывать их. Так что, возможно, выйдет вторая часть. А, возможно, и нет. А с вами была команда Лесарей. Всем пока. Кстати, хотел бы вам рассказать о том, что у нас есть товарищ, который сделал ролик про то, как он разгадал тайну человечества. про то, что люди из будущего машины времени. Что? На этом канале будет выходить огромное количество различных теорий. Земля плоская. Евреи управляют землей с помощью марсианинов. Турбины из самолетов взрываются. Подробнее вы узнаете на его канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова